Биатлон – любимейший вид спорта российских болельщиков. Телерейтинги зашкаливают. Зрелищный, с накалом страстей и драматизмом. Не всегда предсказуемый для рязанцев. Этот вид спорта еще каких-то 10 лет назад был доступен только на экранах телевизоров. А сейчас комплекс «Алмаз» и спортшколы по зимним видам спорта открыты каждому. Было бы желание. Вполне хороший биатлонный комплекс для юниоров, юношей, ветеранов. 90% работы, которую нужно делать в сезоне, этого стадиона вполне достаточно. Может быть какие-то скоростные силовые или рельефные трассы. Но для этого обычно ездят на высоту. Поэтому 90% тренировочного процесса для мужчин. В принципе, наш стадион подходит. В России 55 региональных федераций. Среди них есть сильные регионы с хорошей материальной базой и количеством занимающихся. Есть молодые комплексы, где лишь начинается история биатлона. В Рязани биатлонная база очень молодая, но уровень уже довольно приличный. В таких условиях заниматься, тренироваться, я думаю, мечтает каждый начинающий биатлонист. Хорошая инфраструктура, стрельбище, раздевалки. Каждый год все совершенствуется. Вот видеоэкран появился, обеспечивается видеотрансляция почти как на Кубке мира. Поэтому здорово все. Кстати, Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, тоже бежал на алмазе и эстафету. Соревновался с другими известными биатлонистами. На счету еще одного нашего бывшего сборника Андрея Маковеева 10 призовых мест на этапах Кубка мира, в том числе 7 в личных гонках. Сейчас развивается очень активный детский биатлон, детско-юношеских спортивных школ очень много, которые имеют пневматическое оружие. И я думаю, что в скором будущем мы получим уже поколение новых биатлонистов, которые начинали именно с пневматического биатлона. Имена рязанских биатлонистов уже звучат на соревнованиях всероссийского уровня. В этом году Олег Юнышев, Анна Тинякова, Юрий Харлин, воспитанники спортшколы «Алмаз» занимают призовые места на чемпионатах Центрального федерального округа и России. Возможно, спустя время кто-то из них взойдет на пьедестал международных состязаний. А пока мастера биатлона оценивают прошедшую Олимпиаду и выступления российских биатлонистов. Я бы отметил так или иначе позитивный рост результатов нашей команды. У нас есть как опытные спортсмены, так и молодые. Я считаю, что у них есть хороший потенциал. Олимпиада для многих была впервые в жизни. Это тоже определенный стресс. Они ее получили и в будущем, я думаю, будут с пользой его использовать. Евгений Гораничев – бронзовый призер Олимпиады в Сочи, трижды чемпион Европы, многократный призер этапов Кубка мира. Тоже пробежал эстафету на «Алмазе». А после мы спросили и его, чего же не хватило российским олимпийцам, чтобы привезти золото. Это, я думаю, одна из самых тяжелых Олимпиад, которые бежал Александр. Даже не то, что Олимпиад, а трасс. Такие погодные условия, равнина и практически негде. Нету мест, где можно сесть и, допустим, отдохнуть со спуска. Первое место в эстафете на «Алмазе» у команды Евгения Гораничева. Вторыми изначально шла команда Сергея Колесникова. Но спортсмен на одном из рубежей выстрелил не по своим мишеням. Несмотря на попадание, ушел на четыре штрафных круга. Таковы законы спорта – суровые и нетерпящие ошибок. Однако без поражений, как известно, не бывает больших побед. И биатлонисты это отчетливо понимают. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова